Дорогие, знаете, сегодня я буду с вами говорить на довольно-таки необычную тему. Поэтому вчера, когда я готовился, молился, Бог стал касаться моего сердца, и я признаюсь, я не очень понимал, почему я должен об этом проповедовать. Первое собрание осенью, сегодня у нас причастие. Я пытался найти другую тему для проповеди, но Дух Святой, Он как-то настойчиво-настойчиво говорил мне, что я должен проповедовать именно то, что я сегодня буду говорить вам. И если Бог так поканзывает, значит, здесь есть люди, которым это очень важно. В самом начале я хочу показать кусочек из фильма, там буквально пару минут. Фильм старый, советский, назывался «Инспектор ГАИ», там одной из главных ролей играет Никита Михалков. Вот посмотрите кусочек этого фильма. Ты знаешь, как я с женой развелся? Я домой пришел, под утро, однажды, ночью, но ночевать не пришел. Ничего особенного, встретил одноклассники, друзья, там посидели, выпили, проферанс. Вот. Домой вернулся, она ничего не спросила, а я ничего не объяснял. А через неделю или, может быть, через две она сама домой ночью не пришла, причем она у мамы была, у моей, позвонила ночью, чтобы я не волновался, вроде как в отместку. А на другой день мы развелись. Потому что... Мне можно, а ей нельзя. И в жизни так же. Одним что-то можно, а другим нельзя. Понимаете, а? Вот герой, которого играет Никита Михалков, рассказывает о своей семейной жизни, говорит, вот он не пришел ночевать, вот, все нормально, а потом жена в отместку не пришла ночевать, они развелись. Потому что одним можно, а другим нельзя. Конечно, вот сам персонаж, которого играет Михалков здесь, в этом фильме, очень гадкий персонаж. И когда смотришь на этот фильм, когда слушаешь эти слова, хочется сразу же взывать о социальной справедливости. Нет! Всем должно быть одинаково, у всех должно быть одни правила, одни законы. Если можно, всем можно, а нельзя, так всем нельзя. Но я хочу сегодня поговорить с вами не о социальной справедливости и не о всеобщем равенстве, а о том, что у Господа для каждого из нас есть определенный путь, определенный маршрут. И как мы с вами отличаемся, так отличаются и маршруты, которые у Бога для нас. И что, знаете, самое необычное в этих маршрутах, то, что можно одним, нельзя другим. Я каждый раз в церковь из дома езжу через перекресток, вот улица Московская, и там пересекают Амундсена, Щорса и Шаумяна. Знаете, этот перекресток? Вот. Вот перекресток. Он необычен тем, что здесь вот не просто четыре дороги, а сразу пять дорог. И вот вы знаете, что на этом перекрестке? Если вот вы едете по Московской сверху, вот вы подъезжаете к перекрестку на машине, по Московской едете сверху, у вас вроде бы четыре варианта, но налево поворачивать нельзя. То есть у вас из четырех вариантов можно три. Один нельзя. Если вы едете с Щорса, вам тоже нельзя поворачивать налево. То есть у вас из четырех вариантов выбор три. Один нельзя. Конечно, вы можете повернуть налево, но это запрещено. То есть вам можно три из четырех. Если вы едете с Московской снизу, то вам нельзя поворачивать ни на Амунсена, ни на Шаумяна, а только ехать либо направо, либо прямо. То есть смотрите, у вас из четырех вариантов можно два. Если вы едете с Амунсена, то вам тоже нельзя поворачивать налево. У вас опять из четырех три. А если вы едете с Шаумяна, то вы можете поворачивать и на Амунсена, и на Щерса, и на Московскую, хоть направо, хоть налево. У вас из четырех вариантов четыре. И возникает такое негодование. Например, едешь ты снизу с Московской, и у тебя всего из четырех вариантов можно два, а кто-то едет с Шаумяна, и у него из четырех четыре, и возникает вопрос, а где же справедливость? Я хочу тоже, чтобы у меня были те же самые возможности, что у этих Шаумянщиков. Почему я ограничен в своих возможностях поворачивать? Если ты назло всем все-таки повернешь куда-нибудь налево, и там окажутся полицейские, то тебя оштрафуют. Почему? А тебе нельзя. нельзя. А ты нарушил права. Если мы с вами откроем деяние апостола в 16 главу и прочитаем о служении апостола Павла, начиная с 6 стиха, то мы увидим следующую картину. Смотрите. Пройдя через Фригию и Галатию и галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Вы знаете, слава Богу за Священное Писание. Его заповеди совершенно одинаковы для каждого из нас. Если не убивай, то это относится ко всем. Если не кради, то это относится ко всем. Не прелюбодействуй, относится ко всем. Его слово непреложено. Но здесь есть большая опасность. когда мы берем Писание, непреложное для всех людей, для всех культур, для всех поколений, и думаем, что этого достаточно для нас, как некоторые говорят с гордостью, я человек Библии, молодец. Но и книжники были людьми Библии, и мы видим то, что они были знатоками буквы, не сделало их открытым для пришествия Сына Божьего. Они все знали, но самое главное пропустили. Вы знаете, мне иногда кажется, что современное христианство напоминает книжников того времени, просто они были книжники Ветхого Завета, а мы книжники Нового Завета. Мы говорим Библию, куда бы ни приехал, Библия, 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 но вы знаете, я порой слушаю проповеди, и мне так скучно слушать проповеди. Неинтересно. Скажут, что там неправильно проповедуют, да правильно, но как будто чего-то важного, главного нет. Потому что знать Библию хорошо, да, знать Библию хорошо, ну ты пойми, у Бога есть путь для каждого из нас. Он личный, и он индивидуальный, и ничего в Библии про твои перекрестки не написано, да, там даны общие правила, правила движения, но про твои перекрестки Бог желает говорить тебе лично, поэтому важно не просто Библию изучать, а познавать автора Библии. Сколько раз люди, верующие приходят ко мне, говорят, пастов, помоги, не знаем, что решить, и рассказывают мне ситуацию. Ну, что в этом в Библии написано? Ну, конкретно ничего про это в Библии вроде не написано, ну, ничего не написано в Библии про это. А как мне поступить? И когда человек встает перед выбором своего жизненного пути, вот куда повернуть, где можно, где нельзя, в Библию смотрит, ну, не относится это к заповедям, там все понятно, а тут не из сферы заповедей, из сферы выбора, выбора спутника жизни, выбора работы, выбора пути, выбора места жительства, ну, где написано, где тебе жить, оставаться здесь, переезжать в Корею или еще что? Мы вот общались с пастором в Корее, он говорит, для меня долгое время был этот вопрос, как мне поступить? Остаться здесь или поехать все-таки назад в Азию? Читаешь Библию, где там написано? Нет. И когда люди не видят в Библии это, они хотят прийти и найти человека Божьего, пророка или великого апостола, чтобы он посмотрел на тебя пронзительным взором и сказал, Бог желает, чтобы ты... И знаете, что интересно, в христианстве находятся такие пророки, находятся такие апостолы, и люди, думая, что слушают Бога, просто попадают под манипуляцию. Просто попадают под манипуляцию. В Библии есть пророчества, но пророчества должны подтверждать то, что Бог уже вложил в твое сердце. За 20 с лишним лет моего пастырского служения я слышал массу пророчеств в свой адрес. 90% я тут же забывал. Потому что мне неинтересно, чтобы кто-то говорил мне, что мне нужно делать. я, дитя Божье, не внук и не сосед. Я хочу, чтобы мой небесный отец говорил со мной, и Библия мне это обещает. Мне всегда радостно, если кто-то через пророчество подтверждает слово, которое я получил в личном общении с ним, понимаете? Но я не буду давать кому-то власть, быть посредниками между Богом и мной. Так возникает манипуляция, так возникает контроль. И это очень легко происходить, когда там какие-то мероприятия, те же самые библейские курсы. С одной стороны, я так хочу, чтобы многие пошли учиться. Более того, я знаю от Бога, что есть люди, которым место в этом году учиться на библейских курсах. Вы знаете, нельзя поддаваться искушение, начать людям внушать, вы все должны, вы обязаны, вы должны быть там. А есть люди, так называемые, внушаемые. Внушаемые. Я помню, в детстве, когда я был маленький, мы были на юге, я единственный раз в своей жизни был на выступлении гипнотизера. Единственный раз в своей жизни был у меня такое, на выступлении гипнотизера. Вот. И я помню, там был такой, ну, под открытым небом, такие скамейки, гипнотизер говорит, все скрепите руки, мы скрепили все руки. И он говорит, что-то там, что-то такое, что он говорит, я уже не помню, что-то такое говорил, а теперь попытайтесь руки раскрепить. И я такой, раз, раскрепил руки. А он говорит, а теперь кто не смог раскрепить, выходите на сцену. Ну и там вышло человек 20-30. И уже все дальнейшие были представления с этими людьми. И потом мне объяснили, что это просто люди наиболее внушаемые. То есть все в разной степени поддаются гипнозу, есть тот, кто вообще не поддаётся, а есть тот, кто вообще поддаётся. И они там такие дела вы делали на сцене, что просто не в сказке сказать, не пером написать. А ты смотришь и думаешь, это что? Такой драгоценный, точно так же, все из нас по-разному внушаемые. Некоторые, которые слышат, надо идти в библийскую школу. У него так, да я если бы и хотел, теперь не пойду точно. Есть такие, знаете, люди, они всегда, вот Баба Яга всегда против. Они вот всё, они не согласны ни с чем. Ни с чем не согласны. Вот так вот. Как я помню, один проповедник рассказывал, что он ехал на машине, а его сын всё время вставал с задним сидением. Он говорит, садись, 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 садись. А тот всё равно вставал. Он говорит, так, если сейчас ты не сядешь, я возьму ремень, так тебя выпарю. Он сел, сидит, едет. Потом говорит, папа, знаешь, я сижу, но внутри я стою. И есть вот такие люди всегда, вот они, вот, вот, у них огонь загорается в груди, если только они не согласны. Вот они. Но есть наоборот те, кто очень внушаемый. Ой, точно, пастор, ой, ладно, я так сделаю, конечно, я так сделаю. Я думаю, что Бог будет судить с тех, кто использует внушаемых людей для того, чтобы навязать им что-то от Бога. Потому что цель служения вдохновлять нас, назидать, исправлять, но не диктовать, что Бог для тебя приготовил. Понимаете? И это очень важно. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, вся ответственность на тебе. Бог призвал меня говорить тебе слово, но я не несу ответственность за то, какие выборы в жизни ты будешь делать. Поэтому говорят, ой, так здорово, я не беспокоюсь, у нас такой хороший пастор. Да пойми, можно иметь хорошего пастора, а делать гадкие решения в жизни. Все от тебя зависит и от твоих отношений с Богом. И мы видим вот эту ситуацию. С одной стороны, Евангелие мы должны проповедовать везде, всем народом. Так написано. Но с другой стороны, мы видим, апостол Павел хотел пойти в одно место, вот повернуть и проповедовать в Галатии. А Дух сказал, нет, кирпич. Нельзя поворачивать. Как нельзя? На Амонсона нельзя, на Шаумяна поеду, мне куда-то в ту сторону надо все, да, в миссию. А Дух и туда не допускает. Почему? Езжай прямо, церковь там. Там твое место, там ты должен находиться. но чтобы это услышать, нужно лично иметь отношение с Богом. Потому что там нет Шаумяна, Амонсона и Морсковской, в Библии есть Фригия, Галатия и Миссия. Таких улиц у нас нет. То есть Бог нам показывает принцип, но как этот принцип будет применен в твоей жизни, зависит от твоих отношений с Ним. От твоих отношений с Ним. Поэтому не пытайся найти таких добровольцев, они всегда находятся, которые захотят для тебя стать таким голосом. Только Он должен быть этим голосом. Иначе ты станешь рабом человеков. И мы видим, что в первом послании к Коринфянам 12-я глава 28-й стих апостол Павел говорит, завершая вот свое учение о призвании, о духовных дарах в церкви. Апостол Павел говорит, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления. Разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И видите, церковь как тело Христа состоит из разных органов? Как Павел называет, мы все разные члены тела Христа. И хотя вроде тело одно, у нас одна кровь, у нас один ум, ум Христов, мы об этом говорили в прошлый четверг с вами, но вот в этом одном теле и подчиняясь этому единому разуму, мы все имеем разные функции. Вот, например, если рука возьмет какую-нибудь там тяжесть и начнет там гантелю с ней упражняться, для руки это хорошо, но если ту же самую гантель положить себе на глаз и попытаться поднимать, это будет для глаза беда, даже представить страшно, правда же? Поэтому огромная опасность есть, когда кто-то пытается волю Божью для себя навязать на всем, да ты можешь убьешь кого-то этим, тебе хорошо, как в одном фильме, да? Русскому хорошо, немцу смерть. Одному хорошо, другому плохо, я чувствую, я должен делать это, это и это, и так здорово, меня это Бог благословляет, и ты пытаешься всех сделать такими, как ты, всем это навязать, и чем больше ты это навязываешь, тем больше люди уходят из церкви и от Бога, ты их убиваешь, чем? Тем, что пытаешься навязать это для других, то, что Бог говорит тебе, да, безусловно, есть общее, единое откровение, да, безусловно, если ты видишь, что брат согрешает, изменяет, ворует, ты должен ему сказать, это важно и для тебя, и для него, но когда ты пытаешься себе довязать ему, нет, ты пророк, видишь, я пророк, и ты пророк, мы оба пророки, два пророки, как две маслины из книги откровения, откуда ты знаешь, что то, что хорошо для тебя подойдет для него, и в то же время, если ты чувствуешь, что тебе кто-то навязывает, тоже не поддавайся, вы знаете, всегда есть те, кто пытаются навязать нам исполнение своих откровений, может быть, конечно, вы с этим человеком одна команда, но если вы с ним одна команда и призваны в одном служении, это должны пережить и он, и ты вместе, но не пытайся сделать себя средством для достижения чужой цели, поэтому Павел видел, да, туда не надо, туда не надо, куда ехать, Господь, какую дорогу выбрать, тут, видите, выбор не то, что грех, не грех, да проповедовать можно было и в Галатии, и в Миссии, и в Македонии, но для меня где запрещенный поворот? Ведь нет такого правила, никогда нельзя поворачивать налево, никому, ни на какой улице, да нет такого правила, на каких-то можно, а на каких-то нельзя, точно так же есть вещи, одним можно, другим нет, как узнать? Только через познание Господа, почему все последнее время мы об этом говорим и к этому призываем, по-другому никак, никак, Павел изгонял бесов, люди получали освобождение и радость, семь сыновей первосвященника с Кевы попытались сделать то же самое, у Павла же это здорово получается, он бесы выходит, они попытались сделать, бесноватый их прогнал, у Павла было здорово, у них не очень, более того, если кто-то помнит, раньше, если едешь сверху с Московской, можно было поворачивать налево, а сейчас нельзя, даже для одного и того же человека со временем планы от Бога могут меняться, я вам покажу пример в Библии, давайте откроем книгу чисел, шестая голова с первого стиха, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод, во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делает из винограда от зерен до кожи, во все дни обета назарейства бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Бог говорит о Назареях. И Он говорит, что у Назареев есть особые специальные правила. Он не говорит про грех, потому что есть от плода виноградного люди могли, изюм есть могли, то есть это не было грехом. Стричь волосы они могли, но для тех, кто решил стать Назареем, то, что было другим можно и было не греховным, то им это было нельзя. Нельзя. Поэтому в нашей жизни так же происходит. Вы знаете, с мерой нашего духовного роста повеления могут меняться, а раньше было поворачивать нельзя, теперь можно и наоборот бывает происходит. Ко мне подходят порой люди и спрашивают меня о длительных постах, вот как пастор, если я хочу так прямо с Господом общаться, сорокадневный пост, можно. Кому-то да, кому-то нет. Есть люди, которые переживают благословение от долгого поста, а есть люди, которые с ума сходят. Скажешь, а мне как? А ты считаешь, что я кто? Как правило, для новообращенных христиан не нужны эти долгие посты. Тебе нужно в определенном мере возрасти. Возрасти. Тебе пока туда не надо. А когда можно будет? А вот для этого ты и строишь отношения с Господом, понимаете? Можно, конечно, спросить у пастора, можно спросить у лидера домашней группы, можно все разузнать. Вот есть вещи, которые одним можно, другим нельзя. И они даже у одного человека могут меняться. Вот не случайно говорят, вот пастор, вот когда мы говорим в церкви про алкоголь, вот в нашей церкви, ну если вы знаете, у нас праздник, у нас никогда не бывает алкоголя. И подходят люди и говорят, пастор, а почему у нас никто не пьет алкоголь? Ведь в Библии нет полного запрета, да, пьянства нельзя. Но в меру-то можно. Как тут быть? Все дело в том, что даже ученые говорят, медики говорят, что у разных народов разное восприятие алкоголя. Я не специалист, но я слышал, как говорят, что есть некоторые ферменты, особенно у южных народов, которые определенную долю алкоголя могут перерабатывать, и для них это нормально. И они вот могут, знаешь, годами сидеть и пить там по полбокала после обеда. Но, например, северные народы, вот я был, когда, помню, в миссионерской поездке у хантов, манцев, им вообще нисколько нельзя, у них никаких таких ферментов нет, и они буквально чуть ли не с первой же рюмки водки подсаживаются, и это ломает им жизнь. В Библии нету такого запрета, вот сухой закон. Но мы должны смотреть. Когда я смотрю на наш народ, мы как-то ближе к северу. Скажешь, пастор, я южный человек. В Библии не написано, смотри, но я для себя решил, чтобы не подавать соблазна другим, я лучше даже откажусь. Вот кому-то можно, мне нельзя. Понимаете? Скажешь, ну что, в меру можно? Может быть и можно. Что тебе, ты так на себя не уверен? Может быть и уверен. Но другой, посмотрит на меня, будет делать то же самое, и сопьется. Я соблазнил его. Понимаете? Поэтому, что грех, хоть полбокала выпить, в Библии написано, не написано. Не написано. Но если вы посмотрите, сколько зла наделал алкоголь в нашем народе, то можно сделать выводы. В Библии не написано, но я чувствую, что Бог мне внутри показывает. И когда говорят, а мне плевать, что Бог тебе показывает, это твое дело. Я не могу выдать свои откровения за Писание, но я следую тому, что Бог мне показывает. И тут очень важно различать дух от плоти, потому что кто-то говорит, а мне Бог показывает другое. Бог ли или твоя плоть? Вот Писание и учит разделять, слышать голоса. Не все, что приходит изнутри, это от Бога. Учись различать желания плоти твоего эго от голоса Духа Святого. Учись. Когда приходишь с общим правилом для всех, всегда проблема получается. Вот, например, знаете, вот есть такие люди, их стрессы стимулируют. У них вот в последний момент рождаются самые интересные идеи. И вот они бывают перед сессией, стресс, и они такое делают. А другие, наоборот, они в стрессе парализованы. В стрессе парализованы и... И вот возьмем два студента. Один говорит другому, да что ты тут сидишь? Перед сессией наляжем, сдадим. Я сто раз так делал. Тут думают, ну ладно. И вот сессия, и на самом деле, в первой, у него, знаешь, адреналин, стресс, он... И сдает на отлично. А этот в последнюю неделю, все, экзамены скоро, ничего не успеваю, и он вообще ничего не может делать. Понимаете, да? У нас, помню, когда мы с Дианой познакомились, у нас... у нас разная реакция пищевая на сложные ситуации. когда какая-то сложная ситуация, мне, как говорится, кусок в горло не лезет. Пока все спокойно не будет, не могу есть. У жены наоборот. Стресс приводит к большому аппетиту. И я помню, мы с ней были в Санкт-Петербурге, это было начало 90-х годов, и вы помните, какая проблема была в то время купить билеты? Билетов в кассах не было. Мы должны были ехать домой, у нас кончились почти все деньги. Мы должны были ехать домой, денег не было, билетов в кассах не было. И вот я, как мужчина, чувствовал на себе ответственность, бегал, и тут в какой-то кассе, там какую-то бронь, открыли, и мне продали билеты. Только она сказала, пояс отходит, через 15 минут успеете? Я говорю, избею. Схватил эти билеты, несусь к Диане. Говорю, Диана, 15 минут, пояс отправляется, слава Богу, бежим скорее, подзадимать свои места. И жена мне говорит, она говорит, а мы были оба в стрессе, знаешь, когда вот так вот, вокзал еще добавляет стресса. Она говорит, а я сегодня еще ничего не ела, я никуда не поеду, если не пообедаю. Я говорю, и в эти минуты ты можешь думать о плоти. Когда Бог явил свое чудо, дал нам два билета с брони, и мы должны не встись, потому что там вокзал большой, и надо еще поезд свой, вагон найти. Говорю, хватай чемодан и побежим. Она говорит, без еды не поеду. Это был, наверное, самый острый случай, когда наши жизненные пути с ней могли разойтись. Я помню, как я несся с этими чемоданами и с недовольной женой в вагон, зашвыривал туда чемодан, а потом бежал и все-таки купил какую-то курицу и прибежал в купе, бросил, говорю, ешь, гавачок. И вот вы знаете, если поговоришь в этот момент с каждым из нас, каждый из нас прав. Говорит, ну я же, вот ты-то понимаешь, какая ответственность, я смог, надо же понять. Ну как меня не понять? А она тоже, да я не могу, я не вот вообще, да мне жизнь не мила. Каждый из нас по-своему прав. Все в основном столкновения, когда мы пытаемся собственную модель, нам кажется, я так чувствую и все так должны чувствовать. Это главная сложность брака. То, что Бог вас соединил, не значит, что вы с ней должны быть два сиамских близнеца. Вы можете совершенно по-разному чувствовать. Кто-то жаворона, кто-то сова. Любовь – это непохожесть. Любовь – это искать пользы ближнего. Понимаете? Мы думаем, любовь – это найти такого, как ты. Не дай Бог. Поэтому, драгоценные, не нужно ориентироваться на других. Вот почему я очень скептически отношусь, когда кто-то пытается рекламировать свои отношения с Богом. Они у каждого должны быть личные. Мы должны побуждать эти отношения строить. Но это что-то личное должно быть. У меня свое, у тебя свое. Не то, что Бог разный. Отношения с каждым у Него уникальны. Поэтому, может быть, кто-то вырос в семье. Вот знаете, у нас есть такие трудовые династии. Музыканты, педагоги. Мы считаем, что наши дети, они обязаны. У нас все там педагоги. Так и он должен быть педагог. Мы пытаемся навязать. И в итоге люди занимаются не своим делом и всю жизнь мучаются. Потому что мы не дали им искать личного от Бога. Мы навязали свое. Это не позволительно ни в семье, ни в церкви. И в самом конце я хочу поговорить про выборы, которые никто из нас не хотел бы делать в жизни. Мы не хотели бы, чтобы вообще у нас в жизни подобное возникало. Но, к сожалению, это бывает возникает. ужасные выборы. Наверное, кто-то из вас читал знаменитый роман Уильяма Стайрона «Выбор Софии». По этому роману даже был фильм сделан в 80-е годы. Там главную роль играла Мэрлин Стрид. Действие романа происходит во время Второй мировой войны. И вот героиня попадает в концлагерь, где гестаповцы говорят, что она должна сделать выбор между сыном и дочерью. Кого-то они оставят с ней, потому что двух детей они не оставят, а кого-то они заберут в печь. Она делает выбор. И хотя ей удалось чудом спастись из концлагеря, она не смогла выдержать чувство вины и закончила свою жизнь самоубийством. Может быть, кто-то скажет, ну, пастор, это все-таки роман, книга. Но похожие вещи происходят не только в книгах и, к сожалению, не только во время войны. Была очень известная история, произошедшая в 2004 году, когда было цунами в Таиланде. И вот эта история с австралийкой Джиллиан Сирл. Она была на пляже со своими двумя детьми и со своими двумя сыновьями. Старший был пятилетний и младший полуторалетний. И вот, когда нахлынула первая волна, она схватила своих детей пятилетнего и полуторалетнего на руки и чувствует, что ее утаскивает в океан. и чтобы всем троем не быть утащенными волной, она должна была схватиться за пальму, а для этого она должна была отпустить одного из детей. И вот представьте выбор, который делает человек, приехавший на отдых между старшим и младшим, пятилетним и полуторалетним. Я читал, когда ее интервью, она рассказывает, что она говорит, я не знаю, как я этот выбор сделала, я не понимала. Она оставила полуторалетнего и отпустила пятилетнего, схватилась за пальму и она говорит, я видела, как мальчик кричал старший, говорит, мама, возьми меня, а его утаскивала волна. Произошло чудо. Каким-то образом, хотя он не умел плавать, он по собачьей за что-то зацепился и оказался в гостинице. И когда они с мужем пошли искать, они нашли его, и он был живой. История закончилась не так драматично, как в книге «Выбор Софии». У них семья была, и говорит, но когда мы летели домой, он не мог отпустить мою руку, и он все время спрашивал меня, почему ты отпустила меня? Тоже выбор, который нельзя не сделать, хотя делать не хочется. так? Думаешь, почему она сделала такой выбор? Может быть, потому что ей показалось, что пятилетнего она все равно не удержит, так хоть одного спасет? Я, может, думала, что пятилетний хоть как-то может иметь шанс выбраться. Мы не знаем. еще одна история уже из нашей российской жизни. Я как-то читал воспоминания Марины Цветаевой, нашей великой поэтессы, о своих двух дочерях. Вот я вам зачитаю маленький кусочек ее воспоминаний. В приюте за Москвой я навещала дочерей, но когда Аля заболела, мне пришлось взять ее. Спасти обеих я не могла, нечем было кормить. Я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить, а Ирину я там оставила. В последний раз я увидела Ирину в той большой комнате, где шла она, покачиваясь в длинном халатике, горела лучина. И однажды в очереди за содой я узнала от какой-то бабы, что Ирину накануне похоронили. Подходит, всматривается, а не вы ли будете Ириночкина мама? Мы ее вчера схоронили. На могилу я не поехала, не могла оставить больную Алю. Потом, когда мне дали академический паек, я сказала Але, ешь и без фокусов. Пойми, что я спасла из двух тебя, двух не смогла. Тебя выбрала, ты выжила за счет Ирины. Тоже выбор. Тоже выбор. Поэтому, я думаю, понятно ее стихотворение Две руки ласкать, разглаживать нежные головки пышные. Две руки и вот одна из них за ночь оказалась лишняя. Светлая на шейке тоненькой, одуванчик на стебле. Мною еще совсем не понято, что дитя мое в земле. Вы знаете, я так тому рассказываю, что у каждого из нас есть вот эти ужасающие выборы, может быть, не столь драматичные, но выборы, которые мы делать не хотели. Это касается нашей судьбы, это касается нашей порой семейной ситуации. И когда вот мы сидим здесь, я знаю, что здесь есть люди, у которых внутри боль из-за того выбора, который вы когда-то сделали в своей жизни, которое, возможно, вам пришлось сделать, вы этот выбор делать не хотели, но не сделать этот выбор было нельзя. И вы его совершили, а вина продолжает давить. Из-за этого кто-то все время думает о самоубийстве, кого-то гнетут часто какие-то хронические болезни, какие-то кошмары. И что бы уже не происходило в дальнейшем, нет никакой радости. Так вот, на все на это я хочу закончить словами апостола Павла Римлянам 14 глава 22 стих. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом, блажен кто не осуждает себя в том, что избирает». В современном переводе так сказано «Пусть твое мнение на этот счет будет твоим личным убеждением пред Богом и счастлив тот, кто не осуждает себя за свой выбор». Когда у нас в жизни бывает, возникает ситуация, и мы должны выбирать, хотя отлично понимаем, что и так плохо, и так плохо, и так боль, и так боль, и так мы теряем что-то дорогое, и так что-то рушится. И выбор делать не хочется, и не сделать его в то же самое время нельзя. Казалось бы, хорошо в этот момент, чтобы там что-то сверху сказала тебе «Вот делай так», но никто ничего не говорит, внутри нет никакого откровения, ты не понимаешь. И вот в этой непонятливости ты все-таки принимаешь какое-то из решений, почему это не объяснить, может быть, интуитивно, никто не знает. И потом ты понимаешь, что произошло, и винишь себя всю свою оставшуюся жизнь. И вот, знаете, вот, я думаю, часто мы только потом на небесах сможем узнать, почему нам в жизни пришлось сделать такие выборы. Но пока еще мы живем на этой земле, мы не должны жить болью прошлого, даже если этот выбор был болезненный, даже если ты его не можешь забыть. поэтому Павел и говорит, счастлив тот, кто не осуждает себя за свой выбор. Здесь не о том, что ты выбрал что-то неправильное, но не осуждаешь себя. Здесь не о выборе между добром и злом, между святостью и грехом. Мы сегодня, я думаю, вы понимаете, не об этом выборе говорим. Об этом выборе часто проповедуют. Мы говорим о выборе, где непонятно, что выбрать. Потому что и то, и другое нас не устраивает порой. Но Бог желает исцелить твое сердце от этого болезненного выбора твоей прошлой жизни, который тебе пришлось сделать, чтобы ты перестал судить себя. чтобы ты перестала съедать себя. Выбор сделан. Одному Богу известно, почему мы должны были его сделать, но он сделан. Сейчас мы должны идти дальше. Сейчас мы должны продолжать жить. у Софии же остался один ребенок, и она должна была жить для него. У Светаевы были дети, и старшая дочка, да и сын потом был. Вы знаете, Светаева тоже закончила жизнь самоубийством. они не смогли вот после той травмы так восстановиться. Потому что кажется, нет таких сил на земле, которые могут исцелить сердце после таких потрясений. Но у Бога есть сила исцелить любое сердце. Невозможное людям, невозможное врачам, невозможное психологам, невозможное психиатрам, возможно Творцу и Спасителю. Чтобы мы продолжали жить дальше. Не просто существовать, но жить. Не винить себя. Жить для того, что у нас есть сегодня. делать самое лучшее, к чему Господь нас призывает. что может можем